Али Ге Что мы имеем на сегодняшний день? Четыре участника под неусыпным оком Скрытых камер 24 часа из кожи лезут вон Чтобы вы выбрали того, кто будет жить В роскошном пентхаусе за 5 миллион бакс Напомню, что только задок, рылов, приходька И пережо знают, что их снимают Остальные Ни ухом, ни рылом Каламбур от Али КГ Итак Поехали Вау! Участники сегодня с утра чего-то приуныли Я уже хотел было подкинуть всем Какое-нибудь веселое задание В своем стиле Как вдруг Жарко, а? Это что ж такое? А почему у нас во дворе плюс 30 А в соседнем минус 7? Фух Я бы придумал, как Пержо из заднего Из нашего шоу Нейтрализовать Значит так Все по порядку У меня в КПЗ Ну, камера предварительного заключения Сидит мужик Экстрасенс Вот Этот самый Гипнотизер Я его взял на На сутенерстве с наркотиками Я ему приказываю Чтобы он нас Научил гипноза Ну, всяким штучкам гипнотическим Шуром-буром Пух Вот Он нас Гипнозным трюком научит Мы Задова и Пержо Загипнотизируем Ну, естественно, без рукоприкладства Когда договаривались Они заснут А сонные-то они Зрителям Неинтересны За них не Никто Голосовать И не будет Это пентхаус Да? Я вижу, что Рылов Никак не умется Все время хитростью Хитростью хочет Наш пентхаус получить Вася Я больше пить не могу Дома сидеть Только не могу Давай сыграем Да ладно Ты еще дома-то не сидел По-нормальному Вот я в декретном отпуске Ой Пьешь всего один день А уже устал Вася, я понимаю Видимо, мой организм К алкоголю не привыкен Ну, давай-давай сыграем На что играть будем? Вася, я не на стол С тобой играть не буду Потому что ты все равно Проиграй Здрасте Давай на фантики, да На деньги, давай сыграем Не, на деньги Я с тобой играть тоже не буду Потому что ты мне уже Столько должен Вася Давай на интерес Кто проиграет Кто два пальца сунет Сратно? В розетку Ах Ой, тоже сратно Самое важное Для начинающего гипнотизера Какого? Гипнотизера Ага Полностью подчинить волю Гипнотизируем А что подчинить? Волю гипнотизируем А, волю А как? Хороший вопрос Тут два варианта Ибо Мягким Обворотивающим голос А голос? Ибо Редским Нахрапистым Вымором Ах Так Примерно Спать Спать А Наконец-то Коньки Отбросил Ах Да нет Он просто уснул Но принцип Понятен? Ах Да Доброе утро А Сколько я Проспал? Вот так Да Вася Ты же коня отдаешь Ну и ладно Вот такой я человек Не Для друга и коня не жалко Сами пешком пойдем Лишь бы друг скакал Ага Ну так я его съем Вот такой ты друг значит Смотри Не подавись Я сейчас Так я его съел Извините дорогие телезрители Но в сложнейшей Сложившейся ситуации Уж каждый сам на себя Ай Господи Ага Идея с ослабительным Вообще кайфовая Я сам раньше часто С ослабительным пользовался Ну чтобы конкурентов Из эфира убрать Сейчас у меня уже Никаких конкурентов Нет Смотри Сережа Какой я человек Ты мою лошадь съел А я тебе чай принес Пей Спасибо Матери Пей пей Ну вот Должно уже подействовать Матя Матя А где у тебя туалет Там же Или в другом месте Там же Налево Только не перепутай Как в прошлый раз С кладовкой Не перепутаю Ой Давай давай Пальчиком помогай Смешно Очень важны в теории гипноза Фетиши Что? Фетиши Фетишем может быть Любой предмет Завораживающий пациента И отвлекающий его От посторонних шумов И мыслей Лучше всего использовать Что-то яркое И совершающее Равномерные Качательные движения Я думаю это Фонарик Да? Не-не-не Фонарики В нужный момент Могут сесть в батарейке Это-то-то да Лучше использовать Золотые часы На цепочке Ты знаешь, Вася Я не успел Ну что, походил? Сходил Королеву я твою съел Как это? Ну так-то он Матрешкой взял и съел Если твоя матрешка стояла здесь Почему я ее не съел? Не знаю Ты лошадь мою ел Да? Да Я же помню прекрасно Что твою матрешку Я запер с двух сторон Это у тебя от расстройства Желудка Мозг вон запер Ты отвлекся Зимнул, чихнул, пукнул И прощелкал Ой! Чего? Опять подступила Вот я! Я сейчас Бумагу и экономю Ну а сейчас Когда вас ввели Теоретический язык Теоретически Переступим Практическим занятиям Потренируйтесь Друг на друге Ага Встаньте Агу Начинайте С-с-с-с Спать Да Ага Я же Он уснул? Даже сознание потерял Ага Вы в следующий раз Да, поаккуратнее Да, да Ну, часы, помню. Так, сейчас ты проснёшься и поцелуешь меня. Кеша, Эдик, ты меня вытащил с того света! Да, я тебя поцелую! А, Серёжка, бумаги на тебя не поцелую. Батя, ты мне зубы не заговаривай, ты не можешь так походить! Чего это? Мою королеву окружал и охранял строй песок, понял? И чего? И того! А моя королева по флангу обошла твоих песок и ударила с тыла, ясно тебе? Ты понимаешь, Серёжа, вот у тебя проблемы, ты убого как-то, прямолинейно мыслишь, двухмерно, а я трёхмерно. Да? Разуй глаза, Серёжа, ты думаешь, что шашечки только на этой доске заканчиваются? Ты не видишь, что они распространяются дальше по всей планете? Нет, не вижу. У этого твоя проблема. Да? Да. Лучше бы ты со мной не садился играть, сдаёшься, так сказать? Нет, не сдаюсь, Вася! Я сейчас своей ферзёй съем твоего короля, вернее, наоборот, своим королём съем твою ферзю. Пожалуйста. И тебе ничего не удастся сделать, понял? Пожалуйста. Да ответь мне, друг, прежде чем ты съешь, не хочешь ли ты в туалет сходить, а? Подожди-ка. О, уже закачиваю. Вот. Сходи, подумай. А в смысле? Вернёшься, мы закончим наш турецкий комбин. Хм. Я всё запомнил, Вася. Тебе подменить ничего. Не удар, а бумагу и кодобик. Ха-ха-ха, вспомнил случай, однажды я тоже с Каспаровым в шахматы играл. Он, главный такой, берёт беленькими Е2, Е4 и смотрит на меня, как будто уже выиграл. Я говорю, что ты на меня смотришь? Встаю и говорю, давай сам с собой играй и сам у себя выигрывай. Ага, вот и всё. Урок закончен. Все секреты я вам рассказал. Получается, у вас неплохо. О, чуть не забыл. Взгляд. Что? 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 Важно смотреть гипнотизируемому прямо в глаза. Практически пожигать его глазами. И ещё можно указывать рукой, чтобы энергия правильно перетекала в гипнотизируемого. Посмотрите друг на друга. Ну? Да. Чё ты пепялишься? А ты чего? Я первый спросил. А я второй ответил. Всё. Чё ты всё, конечно, уродец, а? Рыжий урод. Ну ладно, я, наверное, пойду. Вот и стоять. Замри. Чё ты сказал, а? Я тебе сейчас голову попро... А-а-а! На кого я оставлю мою семью? Ну ладно, ладно, ладно. Не понял. Чё? Не понял. Чё ты не понял? Не понял. В туалет надо было меньше ходить. Ты ушёл. Я сидел-сидел, потом думаю, дай, доиграю партию. Взял и доиграл за нас двоих. Причём за себя-то, Серёжа, я доигрывал так, шаляй-валяй, быстро ходил, не думая. А за тебя каждый ход взвешивал, думал, напрягался, плакал. Вот такая получилась партия. Ходи, давай, ходи. Чё ходить, чё ходить? Куда бы я сейчас ни послал? Ты мне мат. Мне кажется, Вася, если ты меня надул. Ты просто проигрывать не хочешь, Серёжа. Не хочешь пальцы пихать в розетку? А можно подумать, ты хочешь туда их тыкать. Я умею. Умею достойно проигрывать. Если надо, я пихну и пальцы, и головы, и что угодно. Ты не мужик, вот честно. Я не мужик. Не русский ты, Серёжа. Не русский. Ну и что? Ну и то. Не умеешь достойно проигрывать, а? Эй, 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 осторожней. Смотри. Вася! Вася! Ты цел? Серёжа. А? Тебя Зина ищет. Где? Откуда ты знаешь? Она что, тебе звонила, что ли? Сними трубку. Алё. Да, мамулечка. А я у Васи. Сахматы играем. Ты же знаешь, я больше не пью. А? Хорошо. Я лечу. Лечу, мамулечка. Лечу. Мася, как это ты узнал? Серёжа, я после удара током мысли твои насквозь вижу. Да? И какие у меня мысли, а? Вот внизу мужичка. Маленькая такая, развратненькая. А основная часть мозга думает, что у меня после удара током дар открылся. И я теперь точно пентхаус выиграю. Этого не может быть, Вася. Ух, Пиржо, какой ты мелочный. Я не мелочный. И развратный. Я? Ну-ка убирайся. Убирайся к своей Зине. И шахматишки свои захвати. Вот это да. Я тоже хочу мысли чужие читать. Интересно, есть ли здесь розетка? Здравствуй, Пупус. Ну шо, как день прошел? Отвратительно. С Пиржо в шахматы играли. С Пиржо? Ну-ну. Чё, ну-ну. Ты соседку нашу встретил и думаешь, что пока ты на работе, я тебе рога ставлю, да? А ты шо, мои мысли читаешь? У меня дар открылся. Я экстрасенсом стал. Рада? Слушай, Вася, с одной стороны, это хорошо. Ты ж теперь бабла заработаешь, Вася. А с другой стороны, это плохо. Слушай, а ты можешь так сделать, чтобы мои мысли не читать? Сейчас попробую. Какая у тебя в башке гадость, Галя. Тихо. Я через тебя насквозь вижу. К нам идет Эдик. С Приходько. Дай-ка посмотрю, о чем они думают. А ведь Эдик и Приходько точно идут к задову. Это дар. Точно открылся дар. Нет, нет, не вижу. Они в бункере. Нет. В лифте. В лифте едут. Фонит все. Галя, ты можешь их задержать у нас в прихожей? А я пока за нашей дверью спрячусь и поковыряюсь у них в башках. Что они думают? Давай. Давай. Держи. У меня дар открылся. Я знал. Я знал, что мне в жизни повезет. Так, так, так. Иди, зазвони и усыпляй его. Почему я? Потому что он уснет. Жена что-нибудь заподозрит. Да тут войду я и официально от лица органов засвидетельствую факт сна. А, понял. Ты гений, Эдик. Спать! Секундочку. Работает. Было время, воспользовался бы. Замри! Гнусный карлик. Вижу твои мысли паршивые. Извести меня хотела? Ну ладно. Сейчас ты пойдешь домой, ляжешь в свою грязную постельку, подтянешь свои трусики и будешь спать. Сколько еще будет длиться наше реалити-шоу? Двадцать четыре дня. И будешь спать целых двадцать четыре... На всякий случай двадцать пять дней. Кругом! Пошел отсюда вон, зайкой. Нет! Слоненка! Слоненка! Видишь ли, дорогая, после того, как ты мне что-то на завтрак дала покутать, у меня началось расстройство желудка. И я начал бегать в туалет туда-обратно, туда-обратно. А задом в это время зульничал. А потом он взял и два пальца сунул в розетку. И стал читать мысли у людей. Ты хочешь сказать, что Василий теперь умеет читать чужие мысли? Ну да, он стал экстрасенсом, понимаешь? Слушай, это же... Какие деньжища? Это десятки долларов, Сережа. Сережа, ради нашей семьи, ради нашего будущего, пихай пальцы в розетку. Вдруг у тебя тоже что-нибудь откроется. Боюсь. Ну действительно, в чем проблема? Вот розетка, вот пальцы, сунул-вынул. Либо ты читаешь чужие мысли, либо про тебя читают. В некрологии. Ну, первое, конечно, получше будет. Сереженька, ну? Ну что, ну, что я сейчас думаю, а? Я думаю, что ты думаешь, что тебе меня залка, да? Нет, я вижу, не получилось, Сережа. Давай, хватайся еще. Мамулечка, может быть, чуть-чуть бахнуть, чтобы не по-сухому, а? Сережа, хватит валять в дурака, хватайся за провода. Хорошо, мамулечка, ради тебя, ради тебя. Что-то в голове прояснилось, но дар пока не пришел. Пока только свои мысли считаю. Столько о себе нового узнал. Что случилось? Почему Кеша с Лоником? Ну, вот, Задов его загипнотизировал. Стоп, это же вы собирались у гипноза учиться. Почему же Кеша загипнотизирован? Задов хитрость у нас опередил. Я, конечно, попытался Иннокентия прикрыть своей же грудью, но он... Вот паразит! Пупус, опять свет в ванной не работает. Иди почини, умелец. Эй, 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 аккуратнее надо. У нас, главное, чуть камеры не сгорели. Вася, Васенька, родной, пупус, ты жив. Вася. Вася, а где это? Кто? Пержо. Какой Пержо? Пержо ушел давно, это я, Вася. Лаля. Ничего не понял. Помню, в шахматы играли. А кто выиграл, а? Я не знаю, Вася. Вася, а попробуй со мной сейчас скажи, вот о чем я сейчас думаю. Иди ты к черту. Мужа чуть током не убила. Ах, чего ты как ко мне относишься, а? Жалко, мне очень жалко. Эх, Вася, а мне жалко, что ты свой дар потерял из-за этой лампочки. Сколько бы бабла мы срубили. Что за слово дар? Дар, слово рудимент. Дар, поповское слово. А если у тебя пропало, что-то поищи. А мне надо отдохнуть. Слушайте, вероятно, этот Вальсадов имеет очень сильное поле. Ага. Поэтому такие эксперименты над ним производить крайне опасно. Тренируйтесь на каком-нибудь другом. Например, на кошечках. Да, доктор, может быть, мы этого разогнуть попробуем? Не получается? Нет, очень ляжки все сильные. А я не пойму, доктор, проснется слоненок или нет. Понимаете, если бы он был мышонком, может быть, к утру и проснулся бы. А слоник до зимы спать будет. Ну, ладно, я побегу. Состоять в угол шагом марш. Я этого-то, наверное, назад в КПЗ отвезу. А что делать с Задовым, подумаю. Может быть, из слоненка сделать слониху? Не надо, не надо. Неизвестно, что из этого получится. А зрителям, может, не понравится. А? Ничего. Давай. Ничего. Сережа, ты какой-то убогий человек. Ты какой-то неудачник по жизни, а? Мамульска, может, ты сама это попробуешь, а? Сережа, ты дурак? Ты хочешь убить лучшего проктолога парадный, да? Да, ну вот на этой вот веселой ноте мы и закончим. Вы все видели сами. Теперь отправляйте свои СМС на номер внизу экрана с фамилией того, кто сегодня понравился вам больше всего. За время, пока шло наше мега-реалити-шоу, мы уже получили 114 тысяч СМС-сообщений. Помните, только от вас зависит, кто в конце концов будет уже жить в Тент-хаусе. С вами был я, лучший ведущий континента и всего остального мира, Олег Ге и мега-реалити-шоу. Кто хочет жить в Тент-хаусе? Пока. Моя. До новых встреч. Мога. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...